МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Регион-12», информационная программа «12 новости республики». Интернет-версия на сайте tv-region12.ru. В студии Дарья Разинова. Ишкар-Ола прощается с городскими фонтанами до следующей весны. Сегодня их начали готовить к зимовке. В течение всего сезона фонтаны работали с 1 мая, ежедневно их чистили от мусора, меняли воду и вели все работы по их обслуживанию. Все фонтаны города в течение сезона выдержали технические нагрузки. В субботу и воскресенье специалисты произведут демонтаж насосов, таймеров, светильников, форсунок. Отключение фонтанов в этот период позволит не подвергать технику температурным перегрузкам. Напомню, на сегодняшний день в Вишкороле работают 10 фонтанов и фонтанных комплексов. Завтра в Мариел, как и по всей России, отмечается День пожилых людей. Среди всего населения республики пенсионеров более 180 тысяч человек. Причем на каждого пенсионера приходится трое трудоспособных жителей Мариел. Отмечу, что бюджет республики уже в течение нескольких лет является социально ориентированным, неприкосновенными, то есть не подлежащими сокращениям финансирования. В нем остаются статьи, направленные на оказание адресной помощи, обязательных и дополнительных выплат по льготам. Забота о пожилых людях – это наш долг. Люди руководили, трудились, старались, чтобы жизнь наша была лучше. Это наши родители, наши дедушки, бабушки. Сами когда-то мы будем пожилыми. Я считаю, что забота о пожилых людях – это долг власти и долг всех предприятий, независимо от формы собственности. Надо вспомнить о своих ветеранах. Мы традиционно проводим встречу с пожилыми людьми, с ветеранами госслужбы. Это хорошая традиция. Пользуясь тем, что я могу поздравить всех жителей республики, я поздравляю их с этим праздником, выражаю уверенность, что правительство делало все, чтобы жизнь пожилых людей была комфортна в республике Мариел. Мы для них работаем. Как превратить хобби в бизнес, стать успешным предпринимателем и начать зарабатывать? В Мариел финишировала неделя молодежного предпринимательства. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Участники – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В рамках профильного обучения они узнают, как выбрать бизнес-идею, сформировать стартовый капитал, зарегистрировать собственный бизнес, разработать план маркетинга и рекламы, выбрать систему налогообложения и многое другое. После обучения – конкурс бизнес-проектов, где участники смогут выиграть грант на развитие собственного бизнеса до 100 тысяч рублей. После открытия собственного дела победителям будет оказана консультационная поддержка по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, правовой защиты и не только. Бизнес-инкубатор, вот сейчас я вижу по многим городам, он должен быть такой точкой, единой точкой входа для предпринимателей с точки зрения оказания разных услуг, юридических, бухгалтерских. Поэтому мы сейчас перешли на бухгалтерское сопровождение, юридические услуги, маркетинговые услуги, маркетинговые исследования. И вторая значимость бизнес-инкубатора с точки зрения – это создание среды для коммуникации. Они между собой знакомятся, становятся друг другу партнерами, клиентами. Именно вот эти два момента для того, чтобы бизнес-инкубаторы были в городах, в регионах, в муниципальных образованиях, вот эти они наиболее важны. Это точки входа, точки контакта для бизнес-сообщества. Напомню, что программа «Ты предприниматель» реализуется в более чем 50 регионах страны, в том числе и в МРИЭЛ. За четыре года заявки на участие в программе в республике подали более 9 тысяч человек. Свыше тысячи прошли образовательный курс и стали начинающими предпринимателями. До объявления эпидемии гриппа и ОРВИ дело еще не дошло, но сезонными простудами болеют почти целыми классами или трудовыми коллективами. Однако уровень заболеваемости в республике пока остается ниже порога. По прогнозам, всплеск острых вирусных инфекций придется на октябрь-ноябрь, а гриппа – на начало следующего года. Как протекает вакцинация и есть ли в ней смысл? Ответы в нашем материале. Более чем у 3,5 тысяч жителей республики диагностировано ОРВИ. Около 60% от общего количества заболевших – дети до 14 лет. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы. Такова официальная статистика регионального Роспотребнадзора на момент выхода текущего материала в эфир. Впрочем, по словам специалистов, несмотря на эти цифры, пороговый уровень заболеваемости в республике не превышен. Впрочем, пока еще для этого и не время. Мы всегда ждем и готовимся к эпидемии именно гриппа. И, как обычно, заболеваемость гриппа будет регистрироваться где-то уже, наверное, единичные случаи в ноябре, в декабре. А эпидемия сама по себе, как правило, к нам приходит с конца января, в феврале. В прошлом году с конца января пришла эпидемия. И, конечно, все готовимся, и наша республика, и в целом по стране подготовка. Причем в этом году рано началась подготовка, с 1 августа. Так на данный момент самым лучшим средством просто не заболеть является своевременная профилактика. И не просто народными методами, как полагают многие, выдавая, к примеру, чеснок, панацеи от всех возможных заболеваний, а непосредственно вакцинация. Так на данный момент в республике от гриппа привито более 115 тысяч человек, из которых треть – это дети. К тому же более тысячи из них были провакцинированы не за счет федерального бюджета, а платно или за счет работодателя. Что примечательно, к этому же периоду прошлого года добровольный показатель лишь слегка перевалил за отметку в 200 человек. Очень высокая эффективность. И всегда мы об этом говорим. Мы каждый год проводим анализ эффективности вот тех профилактических мероприятий, которые проводили, в первую очередь иммунизации. И всегда мы видим, что те люди, которые прививались, они практически не болеют. Или по контингентам мы отслеживаем, или заболеваемость в этих контингентах в несколько раз ниже всегда, чем среди непривитых в этом же контингенте. И, конечно, если и заболевают гриппом привитые, то это, конечно, без осложнений и более легкое течение. Потому что вот прошедшая эпидемия, которая была в начале года, показала, что были летальные случаи в целом по России. И в основном, даже не в основном, а все случаи летальные, это были люди непривитые и сопутствующими какими-то заболеваниями. Мы планируем, как и в прошлом году, охватить более 30%. И совместно с Министерством здравоохранения мы подали заявку на дополнительное количество вакцины, чтобы охватить большее число жителей республики. Впрочем, необходимо помнить, что прививаться от гриппа в сезон распространения ОРВИ стоит особенно аккуратно. Так, по словам специалистов, после легкой формы вирусной инфекции делать это стоит не ранее, чем через две недели после полного излечения. В том же случае, если ОРВИ протекала с высокой температурой, с сильными болями в горле, насморком и затяжным кашлем, период между выздоровлением и прививкой должен составлять не менее месяца. Какие народы живут на земле? Каково их происхождение? На каких языках они говорят? Найти ответы на эти и другие вопросы из области этнографии все желающие жители республики смогут в рамках масштабной всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», который состоится 4 октября. Основная цель акции – это проверить уровень этнографических знаний населения страны в целом и отдельных возрастных групп. И на основе результатов, полученных во время этнографического диктанта, выработать рекомендации, необходимые для включения изменений в учебные планы по этнографии. Большой этнографический будет проводиться в виде теста из 30 вопросов, на выполнение которого отводится 45 минут. Написать диктант в нашей республике можно будет на нескольких площадках, адреса которых вы видите на экране. Регистрация участников 4 октября начнется с 11 часов, сам диктант – ровно в полдень. Добавлю, что организаторы мероприятия – Федеральное агентство по делам национальности совместно с Пинистерством национальной политики Удмуртской республики. Два в одном. В эти дни в Театре оперы и балета проходят два события, которые войдут в историю культурной жизни республики. В рамках Всероссийского семинара театральных музейных работников в Театре Сапаева был открыт новый музей. В это же время репертуар театра пополнился новой постановкой – балетом «Чемполина» в хореографии Генриха Майорова. Представители Саратова, Костромы, Нижнего Новгорода, Казани – всего около 15 регионов заявили свое участие во втором российском семинаре, который в этот раз получил название «Театральный музей в современном культурном пространстве». Презентации и проекты уже воплощенные в жизнь, а также те, которые пока в стадии реализации. Площадкой для всего этого стал Марийский государственный театр оперы и балета. Три года назад у нас в гостях был Театральный музей имени Бахрушина. Это центральный музей российский, который как раз занимается сохранением музейных экспонатов театрального мира. И спустя три года этот же музей имени Бахрушина инициировал как раз проведение всероссийского семинара. И мы приняли их предложение, и к нам приехал весь Приволжский федеральный округ. У нас сейчас в гостях 12 регионов. Основной вывод, который последовал после двух дней обсуждения – интерес зрителей к театральным музеям не то что уменьшается, а наоборот растет. Правда, в зависимости от стараний самих музейных работников. Особая заинтересованность возникает костюмам и бутафории, уже снятых со сцены и датированных 19-м и 20-м веками. С одной стороны, вроде бы задача не очень широкая, не очень масштабная, но это только на первый взгляд. Нельзя забывать, что любой театр – это часть общероссийского и общемирового культурного и театрального пространства. Поэтому то, что делает конкретный театр и конкретный музей в конкретном театре – это событие, которое… Значение этого выходит далеко за рамки конкретного театра и за рамки конкретного региона. Потому что любой театр – это часть общемирового театрального пространства. Что примечательно, в рамках проведенного семинара состоялось открытие еще одного музея, который теперь пополнит список российских притеатральных музеев. В театре имени Эрика Сапаева появился свой зал, в котором представлена, если не вся, то подавляющая часть истории развития оперного и балетного искусства республики. Экспозиция была очень маленькая. Сегодня мы ее гораздо расширили. Было очень много мероприятий. Мы смогли сделать хорошие стенды. И вот сегодня такое полноценное открытие. И нам не стыдно перед гостями, перед коллегами, что это мы можем провести. Что для меня сегодняшний день очень важно, потому что я всю жизнь мечтал о том, чтобы в нашей республике состоялся балет Чиполина. И состоялся балет именно в постановке великого балетминистра современности Генриха Александровича Майорова. Я повторюсь, я уже об этом говорил. Это точная копия спектакля, который идет в Большом театре. Но сценография уже Бориса Голодницкого и в костюмах Татьяны Изычевой, музыкально руководитель постановки Григория Архипова. А сама хореография – это великий Генрих Майоров. Несколько лет планирования, месяцы подготовки, и балет Чиполина все же появился на сцене нашего театра. Дети – это, наверное, самый такой зритель, до которого надо прям все донести, чтобы он понял. Поэтому, наверное, для детей сложнее танцевать, нежели для взрослого. Двухактный балет Чиполина в постановке и хореографии Генриха Майорова счастливо путешествует по театральным подмосткам с 1974 года. С тех пор сказку про мальчика Луковку танцевали почти в 20 российских театрах. Сейчас этот список пополнил Иш Короленский. Надо разделять. Если ведущий солист – это виртуозный классический танец. Вариации из Чиполина обошли все международные конкурсы исполнителей. У народа своя характеристика, у гвардии Лимона своя, у помидоров и полиции своя. Там языки, столкновение языков. Вы сегодня посмотрите. Получается полифония. Постоянные зрители театра отмечали. Такого количества юных театралов этот зал еще не видел. Да и атмосфера на премьере царила необычная. Вместо вдумчивых лиц – искренние улыбки. Вместо браво – веселый детский смех. А значит, можно сказать, что понятие балетной постановки в МРИЭЛ вышло за рамки понимания лишь истинными театралами и ценителями. Заинтересованность к этому виду искусства можно привить из трехлетнего возраста. И постановка Чиполина это явно и доходчиво доказала. Не просто манеж, а многофункциональный спортивно-культурно-массовый комплекс. В заречной части города продолжается строительство арены МРИЭЛ. И это не оговорка. На протяжении всего периода, как он был официально запущен в эксплуатацию, за его стенами шли работы. В итоге вскоре Ишкаролинская арена станет не просто полноценным уникальным спортивным объектом, а местом, где можно тренироваться, жить и даже питаться. Мало кто подозревал, однако открытая в начале февраля 2016-го арена МРИЭЛ, снаружи полностью готовая, внутри еще не была таковой. Впрочем, сей факт нисколько не смущал хозяев спортивного объекта – юных легкоатлетов и футболистов. Главное, тут было светло и тепло, созданные в силословии не только для тренировок, но и проведения соревнований. А что еще надо? Мало того, держать высокой степени готовности дворец спорта закрытым, в ожидании, когда будет доделано последнее подсобное помещение, было бы преступлением. Данный манеж универсален тем, что здесь можно проводить множество спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, но, конечно, основной профиль – это футбол и легкая атлетика, потому что на сегодняшний день два олимпийских вида спорта получили, конечно, огромный подарок, условия для круглогодичного учебно-тренировочного процесса. Арена «Марьел» тут же стала родным домом для юных спортсменов, футболистов и легкоатлетов, которые до этого занимались в зимний период непонятно где. Чуть позже один за другим стали проводиться и соревнования, сначала республиканские, а потом и межрегиональные. Кроме того, манеж стал использоваться в качестве проведения сборов для иногородних спортсменов. В частности, к сезону тут готовились футболисты Нижегородской «Волги». Ну а попутно на арене шли работы. Довред спорта день за днем постепенно доходит до своей окончательной кондиции. Мы находимся еще и в поиске, что-то делаем, что-то думаем, чтобы сделать. Мы хотим так, чтобы действительно создать принцип многофункциональности данного объекта. То есть не только ограничиться вот этими двумя видами спорта. Мы установили сектор тренажеры. А сейчас идут работы по монтажу сектора для очень популярного вида спорта, так называемого кроссфита. Монтажу оборудования в кафе. Сделаны комнаты для отдыха спортсменов. На сегодняшний день, в принципе, есть все условия для того, чтобы проводить не только учебно-тренировочный процесс. Это и соревнования, это и сборы. То есть все в одном месте, очень удобно для спортсменов. То есть и питание, и проживание, и занятия. Не только, допустим, своим видом спорта, но и также общей физической подготовкой. Что сразу бросается в глаза, так полностью смонтированный зрительный зал. Теперь на арене наблюдать за соревнованиями могут около трех тысяч человек. Кроме того, огромные площади и масштабы арены позволяют проводить тут не только спортивные форумы, но и культурные, образовательные и даже политические. Впрочем, фронт оставшихся работ тоже немал. Довести до ума небольшие недоделки, привести в порядок часть раздевалок, смонтировать административный блок. Но это все за кулиси. Главная сцена театра спорта работает на все сто. Притом, доступна арена МРИЛ не только спортсменам и обучающимся спортивных школ, а всем тем, для кого здоровый образ жизни – не пустая фраза, а действительно главный жизненный приоритет. В МРИЛ начинается запоздалое бабье лето. В выходные дни велотекущие осенние процессы сменятся положительными переменами в погоде. Завтра днем наш регион окажется в теплом секторе циклона, днем потеплеет до плюс 12-17 градусов. В этот день начнется запоздалое бабье лето, которое по предварительным прогнозам может продлиться до следующей пятницы. В ночь на понедельник 3 октября через Республику пройдет теплый фронт Атлантического циклона. В это время снова возможны дожди. А днем в первый рабочий день новой недели сохранится хорошая погода, столбики термометров местами могут подняться до отметки в плюс 19 градусов. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуски МРИЛ-ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также ютуб-канале и группах tvregion12 в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Дарья Разинова Марья Лачука и Драмаш команда сега мажда на Куандара. Республика Штана этнодиктант лаям дулалтат. Республик Савиктера, што шок шалей не паша мишта. Марья Латова Атланта эртыша пагатым шарныкта. Юшкарула пагунан сейсиштежа амалкалча влакан паша ашт шоту, што вашталташам пуртейнет. Кузэ хоббием бизнесаш савараш. Юшкарула шта амалкалча влакан арняш тертейн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok